Капкейки замечательны тем, что готовятся очень просто. А результат каждый раз может быть самым разным в зависимости от их наполнения. Очень интересный вариант, это капкейки с соленой карамелью. Капкейки с удовольствием едят взрослые и дети. Поэтому если вы еще не готовили капкейки с соленой карамелью, то обязательно попробуйте, к тому же это очень просто, если следовать пошаговым рекомендациям. Такие капкейки украсят любой праздничный стол. Мука пшеничная, 130 грамм. Яйца куриные, 4 штуки. В тесто 2 яйца и 2 желтка, для крема, 2 белка. Молоко 100 миллилитров. Масло сливочное, 95 грамм. Тесто 70 грамм, в карамель, 25 грамм. Разрыхлитель, 1 чайная ложка. Сахар 360 грамм, 90 грамм, в тесто, 120 грамм, в крем, 150 грамм, в карамель. Сливки 150 грамм, 20 процентов или 33 процента жирности. Соль 0,5, 1 чайных ложки, или по вкусу. У меня соль морская. Пакетик ванильного сахара, 1 штука, в карамель. Лимонный сок, 1 столовая ложка. Количество порций 12. Подготовьте ингредиенты. В сотейник всыпьте 150 грамм сахара и поставьте на небольшой огонь, не перемешивайте. Сахар должен начать плавиться и менять цвет. Когда сахар начнет темнеть, снимите с огня и вмешайте сливочное масло. Влейте сюда же теплые сливки, добавьте ванильный сахар, хорошо размешайте до однородности. Добавьте по вкусу соль, поставьте снова на огонь. Уваривайте карамель на небольшом огне, если есть термометр, то температура карамели должна достигнуть 102-104 градуса. Если специального термометра нет, то ориентируйтесь на время 5-6 минут. Снимите с огня, охладите. В емкость для замешивания теста выложите 70 грамм сливочного масла, всыпьте 90 грамм сахара, взбейте на небольших оборотах. По одному введите два яйца и добавьте два желтка. Два белка сразу же отделите в сотейник, к ним вернетесь позже. Все взбейте. Всыпьте муку и разрыхлитель, начните взбивать тесто на небольших оборотах. Влейте в тесто молоко, взбейте еще раз. Добавьте в тесто 4-5 столовых ложек соленой карамели, остывшей до комнатной температуры, взбейте. Разлейте тесто в подготовленные формочки. Выпекайте капкейки при температуре 180 градусов примерно 30 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой. Приспособлением для удаления яблочных сердца и овенок сделайте выемку, немного не доходя до донышка капкейка. С помощью кондитерского мешка заполните капкейки соленой карамелью. В сотейник, в котором находятся белки, всыпьте сахар, нагрейте, но до кипения не доводите. Добавьте к нагретой массе лимонный сок. Взбейте белковую массу до стойких пиков. Переложите белковый крем в кондитерский мешок с насадкой закрытая звезда. Отсадите на капкейки шапочку крема. Украсьте капкейки по своему вкусу. Я дополнила выпечку свежей ягодой. Переложите часть соленой карамели в одноразовый кондитерский мешок. Сделайте маленькое отверстие и украсьте сверху капкейки тонкими ниточками соленой карамели. Пройдет совсем немного времени, крем и карамель стабилизируются, застынут. Но ждать совершенно не обязательно, так как капкейки ну очень соблазнительные. Готовьте чай, кофе и наслаждайтесь вкусной и красивой домашней выпечкой.